В АТРО прошла 10-я ежегодная конференция Казнефтесервис 2022. В этом году мероприятие было посвящено вопросам инжиниринга и строительства в нефтегазовой отрасли. Участники затронули тему дальнейшего развития ПБР ПУД. На конференции также озвучивались вопросы участия казахстанских компаний в предстоящих проектах у операторов ТШО, НСЮСИ и КПО. Буквально недавно были подписаны соглашения между Казмонайгаз и Сибуром. Сибур будет участвовать по проекту полиэтилен, бюджет 7,5 миллиардов. Первую сваю забили на проекте Бутадиен, там Татнефть заходит с долей 75 процентов, бюджет 1 миллиардов долларов. Будет строиться газосепарационная установка на Тингизе, там объем инвестиций тоже 1 миллиард. Большие проекты ожидаются именно в Атаравском регионе. В работе однодневной конференции приняли участие более 250 делегатов. Это члены КАСС-сервис, представители отечественных и иностранных отраслевых ассоциаций, иностранные казахстанские строительные инжиниринговые компании, работающие в нефтегазовой отрасли. Организатором мероприятия выступил Союз нефтесервисных компаний Казахстана. Конференция прошла в формате подведения итогов 2022 года, года который, кстати, ознаменовался началом нового этапа развития отечественной газовой отрасли. Сколько лет это тянулось, промышленность нефтегаза доминировала нефть. На газ мы особо, как на завтрашний день смотрели, но оказалось, как это газ сегодняшний день. И с каждым годом и в мире, в целом и в Казахстане огромный спрос на газ, потому что из всех энергоносителей газ на сегодняшний день, она и оптимальная по цене, и она выдерживает все экологические параметры. По словам экспертов, в ближайшем будущем внутренний рынок газа будет расти. И именно сейчас необходимо увеличивать ресурсную базу, открывать новые месторождения, а также новые заводы по переработке газа. Планируется открытие новых путей транспортировки сырья в ближние и дальние зарубежья. При этом экспорт газа в Китай будет продолжаться. В рамках нефтегазовой конференции компания Chevron презентовала фонд прямых инвестиций. Частная компания Chevron Direct Investment Fund осуществляет свою деятельность согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 11 октября 2021 года между Министерством энергетики Республики Казахстан и компанией Chevron о создании фонда инвестирования на сумму 248,5 миллионов долларов США. Миссия фонда оказать существенное положительное влияние на экономическое развитие Казахстана, инвестируя в привлекательные коммерческие предприятия в различных областях. Самое основное, проекты должны быть рентабельными, во-первых, а во-вторых, находиться на территории Республики Казахстан. Также в перечень критериев у нас включается обязательно в соответствии критериям ESG. И также еще одно условие, то что мы только как фонд вкладываем 49 процентов или до 49 процентов акционерного капитала, поэтому остальные 51 заявитель на финансирование должен уже иметь. Фонд прямых инвестиций Chevron намерен инвестировать в проекты по разным направлениям, включая производство товаров, выполнение работы и предоставление услуг в нефтегазовой отрасли, по охране окружающей среды, а также проекты в информационных и цифровых технологиях. Компания планирует инвестировать и в развитие местного содержания путем создания рабочих мест, развитие предприятий, передачи опыта и технологий. Есть опасения, что доля местного содержания в товарах не совсем высокая. В этой связи с участием Министерства энергетики, полномочных органов и операторов мы предлагаем все усилия для того, чтобы местное содержание в товарах было на высоком уровне. Конечно, работая совместно с операторами, мы работаем над этим, вносим изменения в тендерные процедуры, развиваем локализацию в стране, приглашаем иностранных инвесторов для инвестиционных проектов. И все же большое количество казахстанских и зарубежных компаний имеет желание работать в нефтегазовом секторе, отличающимся в своей специфичностью и сложностью выполнения работы соответствия. К примеру, в компании CCC доля казахстанского содержания достигла 85%. Это при том, что поначалу реализации проекта она составляла 30%, а целью было достичь 65%. Получилось, что даже удалось перевыполнить план, отработав 16 миллионов часов без происшествий. Таких показателей удалось достичь путем проведения постоянных тренингов, путем обучения наших субподрядчиков по международным строительным стандартам. Мы привили своим сотрудникам международную культуру строительства и тем самым мы достигли этого показателя 85%. Эти 85% включает не только Таравская область, но и весь Казахстан. Шеврон – одна из ведущих интегрированных энергетических компаний мира. Компания считает, что доступная, надежная и чистая энергия имеет важное значение для построения более процветающего и устойчивого мира. Шеврон добывает нефть и природный газ, производит транспортное топливо, ГСМ и нефтехимические продукты, а также разрабатывает технологии, которые улучшают бизнес и отрасль. Компания сосредоточена на снижении углерода емкости своей деятельности и стремится развивать бизнес с низким уровнем выбросов углерода наряду со своими традиционными направлениями бизнеса. Сегодня компания в поиске привлекательных проектов для инвестирования в Казахстане, которые соответствуют следующим ключевым показателям – приемлемая экономическая доходность, положительное влияние на экономику страны, соответствие проектов стратегическим ожиданиям казахстанской стороны и коммерческим и техническим требованиям компании «Шеврон». Казахстан Продолжение следует...